Экономическая и политическая картина вокруг нашей страны стремительно меняется. Республика находится в условиях экономической блокады. Между Приднестровьем и Молдовой фактически начала функционировать полноценная граница. Сейчас укреплен участок Приднестровско-Украинской границы, где ужесточен режим пропуска граждан России. И в этой ситуации возникает необходимость принимать решение, которое было бы положено в основу справедливого регулирования. Я как-то уже говорил на одной из конференций, что я вижу эту формулу на базе решений, направленных на цивилизованный развод. И в основе этой формулы должна быть положена воля, в первую очередь, граждан, проживающих в Приднестровье. Сейчас весь экспорт приднестровских товаров блокирован, то есть он может быть отправлен только через Молдову, отметил Евгений Шевчук. Президент напомнил о том, что молдавские власти в одностороннем порядке изменили налоговое законодательство. Кроме того, молдавская сторона так и не отменила акцизный сбор для продукции, который импортируют приднестровские экономические агенты. Мы предлагаем нашим партнерам перенести переговоры на определенный приносит времени, для того, чтобы посмотреть, как будет действовать Молдова. Вести переговоры просто ради переговоров в условиях экономического удушения, я считаю, нецелесообразно. Глава государства подчеркнул, что Приднестровье давно определилось со своим выбором. В 2006 году в республике прошел референдум, на котором 97% граждан проголосовали за независимость и последующее вхождение в состав России. Определенность политическая есть. Хочу напомнить, что такая позиция у приднестровцев уже практически почти 24 года. С учетом обстановки внешней, все международные партнеры, которые занимаются урегулированием или участвуют в переговорах в той или иной степени, придут к мнению, что справедливое разрешение возможно только путем признания воли приднестровского народа. Президент Евгений Шевчук также напомнил историю переговорного процесса и роль России в нем. По словам главы государства, Москва всегда проявляла терпение в процессе урегулирования. В то же время ситуация сейчас меняется. Молдова экономически ориентируется на Евросоюз, а в военном плане на Румынию. В этих условиях актуальным становится признание воли приднестровского народа, подчеркнул президент. Я надеюсь, я очень рассчитываю, что если сегодня речь, допустим, не может идти о присоединении к России приднестровья, то, по крайней мере, Россия в полном, так сказать, соответствии уже со сложившимися прецедентами, может, по крайней мере, начать процедуру признания приднестровья. Тем самым, определенным образом защитив 200 тысяч своих граждан, которые там постоянно проживают. Сегодня же террасполью Кишиневу не удается разблокировать решение социально-экономических проблем, отметил президент Приднестровья. В свою очередь, эксперты в студии отметили, что весь сценарий, который произошел в Крыму, а это про возглашение независимости, референдум, признание и последующее вхождение в Россию, методологически уже было отработано в нашем государстве. Татьяна Сярова, Александр Логутин, Первый Приднестровский. Татьяна Сярова, Александр Логутин, Первый Приднестровский.